Жанром самым увлекательным, при том, что у Достоевского была своя тюремная история, свое заключение и свой опыт у Диккенса, слава богу, не было, кроме долговой тюрьмы. И то, по-моему, отец его там сиживал. В общем, главное, что если вы прочтете подряд лавку древности и униженных и оскорбленных, вы увидите практически полное шходство и приемов, и интерес. Вот эти героини, умная, нервная, положительная девочка, рано поумневшая, типа Флоренс в домбиесцине или Нелли, или неточки незвановый. Абсолютно диккенсковский, вообще весь ранний Достоевский, и не зря Достоевский, ну, включительно, например, по селу Степанчикова. И не случайно Достоевский говорил, что глубина и красота Диккенса не может быть доступна стороннему наблюдателю. Это писатель, рассчитанный на исключительно глубокое и вдумчивое чтение. Если и на поверхностное такое легкое отношение к Диккенсу, как к сочинителю рождественских историй, автору книжек, ну, таких засахаренных книжек про кротких деток, это отношения довольно наивные. Я уж не говорю о поздней его прозе, такой как, ну, начиная примерно с Барна Бераджа, уже в Дэвиде Копперфильде есть удивительные глубины, действительно, и была моя любимая книга в юности, и поразительные совершенно прозрения в нашем общем друге, где атмосферу он создавал, конечно, как никто вот этих вот грязных притоков сены и грязных окраин Лондона. Я думаю, кстати, что и Петербург Достоевского похож на Лондон Диккенса, потому что если вы увидите Петербург в реальности, Петербург увиденный, как у Достоевского, глазами москвича, вы все равно поразитесь тому, какой это светлый и чистый город. Столица наша чудная, богата через край, житье в ней ничем трудно, миллионером рай. Да, но, безусловно, она имеет облик райский, прозрачный, чистый, сияющий, а тот Петербург, который мы видим у Достоевского, это все-таки в огромной степени, простите, Лондон Диккенса, грязный, туманный, викторианский, полный таинственных преступлений и полицейского произвола. Но с ним, впрочем, в России все обстояло неплохо. Я думаю еще, что, конечно, определенная линия сходства, это черноватый юмор Диккенса и саркастический юмор Достоевского. Но главное, вот эти ужасные совпадения в биографии, а они даже внешне были похожи, Диккен же был на самом деле небольшого роста, хотя на портретах производит такое монументальное впечатление, а тоже легкими страдал. И главное, вот это страшное совпадение, смерть на полпути, когда оборван на полстраницы главный роман и не осталось почти никаких свидетельств о том, что должно было происходить дальше. Ну, мы знаем рассказ Достоевского Страхову, что Алеша должен был стать череубицей, а Дмитрий вернуться с каторги и оправдаться полностью. Мы знаем по некоторым свидетельствам, что Эдвин Друн, скорее всего, убит, а в финале должна быть расправа с Джаспером. У нас есть определенные догадки рассыпленной потерь. Я-то, кстати, думаю, что Эдвин Друн живет. Есть на это прямое указание в романе, когда там его потому все и не узнают, что с ним произошла радикальная перемена. Но это отдельная тема. Биографических совпадений очень много. И главное, они родня по температуру. При борту очень много вопросов, это отвечу.